В ряду называл ваше имя, и потом собака. Он три раза при мне повторял отцу. Это от того я болен папа, что жучку тогда убил. Герои одного из самых знаменитых романов Достоевского, братья Карамазовы, оживают в исполнении юных артистов из города Петушки. Для постановки коллектив выбрал одну из частей романа «Мальчики», где раскрываются судьбы и характеры подростков 19 века. Такое серьезное произведение готовили специально к фестивалю, репетировали каждый день. Младшему артисту 9 лет, старшему 17. Но требования к игре в Народном театре «Дом» одинаковы для всех. Общаюсь как со взрослыми. Общаюсь на равных. По-другому невозможно. Только так, только по большому гамбургскому счету, и никак иначе. Сюсюкать с ними, заигрывать абсолютно невозможно. Перефон! Иси! Как за час спектакля рассказать историю, передать образы персонажей и заставить зрителей сопереживать? На эти вопросы юным артистам помогают ответить взрослые. Мне на самом деле Татьяна Викторовна помогла узнать его внутренне, узнать его характер. Красотки, но он же такой весь исчезает. Он в глубине мальчишка, он такой же, как все. Играл как только мог. А какой твой герой? Вот как это ты его описал? Что он хороший, любит очень своего отца, и что он очень смелый. Для многих артистов выступление на фестивале – актерский дебют. А потому особенно приятно, когда зал аплодирует стоя. За одним спектаклем сразу следует другой. Фестиваль «Театр, где играют дети» – настоящий творческий марафон. За три дня свое мастерство покажут 14 театральных коллективов. Он идет очень насыщенно. Практически спектакли идут с промежутком полчаса, когда жюри могут обсудить. У нас расширилась география. У нас приехали из Подмосковья. У нас приехал город Ярославль. Мы очень рады, потому что общение с другими регионами для нас очень ценно. Пока убирают декорации мальчиков, к показу своей постановки уже готовится коллектив из Москвы. Я исполняю роль крестьянской женщины. Ну, новенькая из деревни. Ну, в целом спектакль о разных этапах жизни Пушкина. То есть, когда он совсем маленький, когда он подросток, когда он уже более взрослый. И в целом это очень интересная история. Я вам сегодня расскажу интересную историю. Кар, без забот и без хлопот, жил да был в деревне Кот. На другой площадке тем временем Кот наоборот от маленьких артистов из Кольчугина. Работу коллективов оценивают не только владимирские специалисты, но и гости из московских театральных училищ. Мы судим по критериям художественным, серьезным. Тут никаких скидок ни на возраст, ни на тематику, ни на обаяние, так сказать, молоденьких. Совсем даже юных, совсем-совсем юных артистов быть не может. Хотя, конечно, внутренне мы радуемся тому, что происходит. Представлять всех ушко, душистым душком. И любой признать готов, что я лучший из котов. Кто из участников станет лучшим, узнаем уже завтра. Фестиваль завершится театральным капустником.